Добрые страницы. Такое впечатление от знакомства с книгой о дельфиненке Антохе, которая живет в окрестностях Анапы. Интересно, захватывающе и вместе с тем поучительно описывается путь взросления от малыша до подростка. Новое произведение Сергея Лёвина учит детей доброте, взаимопомощи и другим вечным ценностям. По словам автора, написать книгу для детей было неким экспериментом. В результате Краснодарское издательство, с которым сегодня сотрудничает анапский писатель, само вышло с инициативой выпустить ее вторую версию. После того успеха, я считаю, что это успех, который сейчас второе рождение дельфиненка сопровождает, я начал задумываться о том, чтобы написать что-нибудь для детей. Но не знаю еще, что это будет, но, скорее всего, это будет какая-то сказка. Творческий процесс у анапского писателя непрерывный. Сейчас он работает над издательством повести «По ту сторону лета», антологии и других произведений, которые так или иначе касаются жизни, истории и природы родного города. Отсюда же, как признается автор, он и черпает вдохновение. И вдохновляя читателей, это было заметно по настроению присутствовавших на презентации. Мне очень понравилось, было тепло и душевно. Хотелось бы прочитать все и особенно концовку. Я слышала, она лирическая и такая, какой и должна быть. Что касается этой книги, у меня исключительно очень положительные эмоции после сегодняшней презентации. Мы будем надеяться, что это будет не последняя книга и будем рады. Ждем. Новая книга способна увлечь не только ребенка, но и взрослого читателя. Легкий слог и захватывающие сюжеты, где каждая глава – это отдельная история, повествует о вечных ценностях, о природе и узнаваемых местах не только Анапы, но и других районов Краснодарского края. Анапского дельфиненка уже можно встретить в книжных магазинах Кубани. Идеально подходит не только для домашнего чтения, но и в качестве литературного сувенира, который можно ввести с собой на память.